Закон соподчинения почек Это не специально, что считать Сама идея заключается Если эта ветка осталась отрезанной Вот две почки То третья почка уже прививка должна быть Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая Вот как тут первая, вторая, третья, четвертая Поняли смысл? Чтобы не было так, что вот это вот Присобачили сюда, вот этот фрагмент И наоборот, вот этот вот Это еще страшнее, когда вот этот фрагмент Присобачивают сюда Вспоминайте, привать не ниже 80 сантиметров Да кто вас, где вам это, с чего вы взяли? А потом за ним тысячи авторов Привайте повыше А вы нарочно привейте пониже Увидите, шажер два раза выше, здоровее Вот это никому в голову не приходит Это наш авторитет Вот Какой авторитет От Филиппа его пользы больше, чем от всей Сибири Для Саногорска, для Ну, его окрестностей, скажем так От всей науки От Сибирской, от Академии Вот Великолепная саженца Великолепная сорта Вот Великолепная От него даже мне досталось Позднее Филиппе От него попало Это Володя Филиппе Попалось Чернобаева, Чернобаева мне Вот так Ну, у нас по кругу мы У нас свой узкий круг Что он смотрит? Где привито? Это он меня в саду Вот А вот это вот Даша, которая Вы уже знаете, да? Тимошкина мамочка Сама была такая Сопливая девчонка Позирует Почему? Все ее участие заключалось только в том Что это самое Позировать на тот момент А вот это вот Я привел к вишне Черешню Видите? К вишне Черешню Потом так получилось Что она погибла Вторая погибла Третья, четвертая Плоды стали слаще И крупнее Это 100% Теперь я Что делаю? Продаю Веточки отсюда И говорю Вишню с генами черешни А теперь вспоминайте Мой рассказ Про Калининград Где все получилось так Что Мечта оказалась явной Вишня с генами черешни Оказалась Черешни Вот это вот За один год Прививка у земли Так Тут есть проблемы Конечно Проблема заключается в том Что у самой земляной системы Надо брать ветку на прививку Но она сильно толстая Но Это маточный сад Который Видите так Лучше остается навсегда Вот Это Допустим Ей неполный год Ну то есть 4-5 месяцев Вот это мы уже год И 4-5 месяцев Они постепенно Вот так вот я Отрежу Вот А Вы видите Вот это вот Он был уже обрезан И пошел уже кустом И это так же Обрежу Так Веточка вам А мне что Пойдет кустом И скажем Потом Наступает несколько лет Когда ветки Молодые Длинные Здоровые Я вам их показывал Еще прививка Для Ну назовем это Для испытания Я показывал Давно-давно На Сибирку Привит Жигулевский Жигулевское Мощнейшее Дерево Вот На нем привиты 9 сортов Уже на Жигулевское Вот они 9 сортов На следующий год Дерево умерло Вот Если бы я был бы Вот как эти Сайты Ой, как мы это Молодцы Мы вам бы Вырастили Повторяйте за нами Нет Дерево сады Только для испытания Еще Вот эту фотографию Может показывал Может нет Отсчитал Три почки Говорю Режь Это я учил Таню уже резу Режь Вот это И будет то самое Смотрите сюда Видите Все самое Цельный срез За но И отправляется К вам Или к Сергею Питомник Отсюда И питомник Здоровье Который Зимует на морозе Еще фотографию Делал Очередная Нарезка была Не помню Какой сорт Так Вам кажется Они короткие Но это Ну как сказать Это неправильно Это 40-50 сантиметров Я отрезаю Сколько влазит Стандартную Эту Упаковку Вот А вот это верхушки Костер Почему Чтоб вы не соблазнялись Вам вот это Сейчас Написал человек Мне письмо Садовод И там написано Мне надо Чтоб у основания Было 7 миллиметров Ну че ж Пожалуйста Будет вам 7 миллиметров Но примерно Точно не получится Не такой же у меня Богатый выбор Хранение в погребе Мешки Толстые очень Не пропускают Ни влагу Ни В какой-то степени Защищали Даже от мышей Но был год Когда мыши Прогрызли Несколько мешков И попав внутрь Хорошенько Пообедали Черенками Сладкими Это был Один случай Был Как я с мышами Боролся Я не стал их травить Гуманист Бывший охотник Я насыпал Несколько килограмм Крупы Не отравленной Жирите Только не трогайте Мои черенки Вот и все Вот так я делал Здесь Хранение Ну как сказать Герметичном виде Ночь Темно И только где-то В марте Просыпаются Черешни И Самое первое Но это нормально Они должны первым Просыпаться Где-то в марте Поэтому Ну я черешни Перестал вообще резать Деревья жалко Загублю их Мало То есть Вот мне не дождите Сиренков черешни А что касается Абрикосы Потом идут абрикосы Ранья Просыпания Но цветочные почки Уже когда почки набухли И даже цвет Чуть-чуть поменяли Это еще не факт Что они не переживутся Потому что спящие Почки спят То есть Ростовые почки спят И Три варианта Говорю Где-то мне Найти черенки Показать Где-то мне Ну вот черенки Да Часто Особенно на абрикосах Там почти всегда Ну может кроме Сенцев На однолетних перостах Уже море этих Цветочек Почек Вот Совет Из этого Из журнала Берете Острый нож Или Бритву И срезаете Я смотрю Расти ветка И плод В таких случаях С яблонями и грушами С десятых С абрикосами Ни разу С персиками Один раз То есть Я не трогая Цветочные почки Даю им возможность Просто Отсохнуть Так Налетает Подешевело Это шутка Пока не дешевеет Вот Я просто Тут как раз Девчонки Мне это Паковали посылки Я взял то Что было под рукой Вот так вот сделал И сделал я такой Натюрморт Или как вот Вот Чтобы вы Имели представление Вот это уже Расфасованные Этищины Расфасованные Вот Что я Занимаюсь продажей Семен Просто лишний раз Напомню Там где-то Антон Валерьевич Вам приготовил Ссылочку куда-то Нажать надо Сам не нажимал Ни разу А там будет Как их заказывать Вот И теперь Я отвлекся Как Ну не могу Я вот Понимаете Как мне жить дальше Я не знаю Действительно Если я помру То только Раньше времени Потому что Видеть вот это Хамство Наглость Подлость Невероятную Ведь Для любого Нормального Человека Токаря Слесаря Пекаря Аптекаря Учителя Врача Генерала Нет Генералы Они Не прививают Лейтенанта Капитана Вот Милиционера Для любого Все прекрасно Растет Растет Мощный Здоровый Абрикос Но не Плодоносит Так можно Не дождаться Сладких Плодов Сейчас Я Как бы Сказать Я начинаю Издеваться Над этими И выводить На чистую воду При этом Из правости Литературы Мы знаем Что абрикос Должен Плодоносить С 3-5 лет И радует Плодами Около 40 лет Ну-ка Найдите Мне Кроме Нескольких Случаев Савиногорский И там Это самое Убродского Или у Латинкова Где 40 лет Плодоносить А? Где? Это ладно Это я Подцепляюсь А урожая Все нет Чтобы Такого Не случилось Надо уметь Общаться С этим Плодами Растением А дальше Выбран Неправильный Сорт абрикоса Знаете Когда фальшивый Сайт А там Дальше Ниже Будет Знаете Какая фраза Еще Где-то Она будет Там Вот Вот тут Где-то Это самое Присоединяйтесь Подпишитесь Ну вы уже Поняли Да Вот Тот Кто сочинял Этот сайт Какой Хрен Сад Это же Не абрикос Это Персик А ему Откуда Знать Он Сайт Имеет Про абрикосы Рассуждает Да так Грамотно А он Глаза Его не Видел Абрикос Иначе За хреном Персик Сюда Влепил Но это Не все Самое Страшное Ниже Как в сказке Чаще Чаще всего Абрикосы Вымерзают Цветочные Почки Зимой Да Правильно Сам абрикос Держит мороз До 37 Годится Хотя Ну это Спорная цифра Ну бог с ним А цветковый При минус 25 Раз при минус 25 Тогда на всей территории Россия Че ты Учишь Он же Должен Все равно Замерзнуть То есть Уже Сам уже Все написал Честно Откровенно Продаешь Абрикосы Саженцы А ты пишешь Они никогда Плодной снимут Где вы видели 25 градусов Чтобы было Они ниже А? Ленинградцы Томск Комск Красноярск Челябинск Магнитогорск Хабаровск Иркутск Вот Ярославль Вологда Псков Новгород Где вы Двадцать пять Чего тогда Голову людям Морочить А знаете Почему он так Пишет А потому Что он Не глядя Он просто Вот эту Фразу Он содрал Ему нужно Было Смотрим Дальше Не все Так Медоносы Кстати Когда садят Медоносы Прежде чем Посадить Надо Перелопатить Всю почву Согласны Нет Что посадить А ведь Это По моим Понятиям Страшный Запрещенный Прием Дорнуты Раз навсегда Если плодовые деревья Почвы не тронуты Тогда Какого хрена Вот это Медоносы Садить Ладно Просто Вот они Допустим Растет дерн А там И клевер Пробивается Обычное дело И бархатцы Могут пробиться Но Специально Делайте Грядки Вот это Все Это же Глупость Дикость Да Идет Старых времен Что надо Все почву Перелопатить Ну в то время Когда это писали Нанял кавка Этого самого Деревенского Там этого Батрака Когда Сочиняли Эти самые В то время Считалось Что это Современные Технологии И он Сочиняли Весь Будет копать Калечить Червей Калечить Червячные Ходы Калечить Это самое Корни Приказно Метать Я мечу Как этот Высоцкий Пел А здесь 21 век А он Это тоже Содрал Ладно Еще Не самое Главное Неправильная Обрезка Или ее Отсутствие Вы знаете Что такое Означает Перевожу Отсутствие Обрезки Это означает Что и есть Причина Почему Не плавоносит Абрикос То есть Мы будем Вечать Резать 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 То есть Уже обязательно Но еще Надо правильно Оказывается Резать Видите Тут написано Неправильная Обрезка Во-первых Обязательно Во-вторых Еще надо Правильное Калечить И теперь Самое главное Абрикос Редко сам Формирует Правильную Крону Совсем Охерел Как Абрикос Который Из косточки Может формировать Неправильную Крону Как А Как он Может Формировать Неправильную Крону Читаем Дальше Он часто Старается Загустить Ее А это Абрикос Да он Через несколько лет Даже Не только у меня Даже в Европейской России У него Трех-четырехлетняя Древесина Остается голая Как коленка Этого Человека Который Пишет Он Никогда Абрикос Так он же Его не видел Господи Он же Его не видел Никогда Он Все подряд Старается Ему делать Нечего Абрикоса Загустить Вот ему Делать Нечего Загустить Крону Весной 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 Неделю Вот Это Да Ну Хорошо Летняя Бреска На Юге Я сто Раз Говорил Она Позволяет Хотя бы До осени Раны Немножко Залечить И Все таки Чтобы То что Появится После Этой Летней Обрезки Чтобы Появляются Якобы Цветочные Почки Из Ничего Чтобы Они успели Хотя бы Это Вызреть А так как Хрена Не Вызреть Я Уже Чуть Не Матом Так как Хрена Не Вызреть Получается Вот Те Самые Минус 25 Поняли Вот Этот Прием Работает Дерево Прежде чем Умереть Должно Дать Плоды Поэтому Этот Прием Работает Тут Он Тоже Прав Видите Как Но Использовать Летнюю Обрезку Может Только При Обеспечении Деревья Регулярно Поливом А Какая Связь Ведь Абрикосы Полива Боятся Как Огня То есть Даже Образное Выражение Как Огня Боятся Полива Не Дай Бог Чуть Лишний Полив И все Гнить Начинает А Дядя Вань Подтвердите Вот Это Вот Понадергали Еще Не Все В Средней Полосе Поливая Четыре Раз Вот Четыре Примера Когда Поливать Так вот Поливать Надо Вот Это Надо Зачеркнуть И написать Поливать Надо Во время Засухи Когда Дожди Идут Поливать И между Дождями Нельзя Когда Только Длительная Засуха Еще Можно Полить И Наконец Глубокая Осень Влагодарят Каю Полив Вот Он-то Смертелен Для Абрикоса Слышали Смертелен Ну И дальше Регулярное Внесение Удобрений Не повредит Конечно Не повредит Еще Как Повредит Вот А теперь Самый Последний Смотрите Последний Подписывайтесь Читаем Единственный Нашелся Анатолий Мит Митин Хочу Обязательно Фамилию Прочитать Митинев Анатолий Чи пишет Ерунда За деревом Никто не ухаживает Десять лет А плоды крупные И так И много Каждый год Во А теперь Если бы Анатолий Митинев Поверил бы Этому Но у него Он уже Десять лет Сидел за деревом А новичок Он бы взял Это дерево Митинев Вот И завечил бы Вот так И не было бы Никакого дерева Спасибо Анатолий Мне так приятно Что я не один Воюю с этим Дурью Как бы чуть ускорить Это весна Саженцы Железова Сейчас я буду Закругляться Вот Вот так они выглядят Везут Чёрти куда По Красноярск Вот Вот это Настоящее Садоводство Мой совет Дёргайте Пришли на рынок Увидели в горшках Дёргайте Да Могут по морде дать Ну попросите Продавца Пусть дёрнет Вот кажется Всё ясно Это же Такой ролик Мне писали Правда давненько Уже лет пять назад Я тогда не догадался Ни фотографии С него делать Нет Вроде делал фотографии Только у меня Сильный огромный архив Целая Мощная бригада Работает Вижу Весна Саженцы Полутора Двухметровая Ясно По горшками На рынок Садят горшки На рынок Вот это Я почему ещё Показываю Вот эту девушку Вы знаете Видели Дарья Тимошкина Нашего друга С вами Мама Так Значит тоже Привет передавала Не может Поучаствовать В вебинаре Давно собирается Но это же ужас какой-то Работа Вот Дети К вечеру Или живая И вот эта девушка Очень симпатичная С добрым характером Вот Я ей благодарю За то что Мне вот такого Внука подарила Так вот Сфотографировалась Так Тут Всё нормально Тут всё нормально Но фотографии видели На одном из моих сайтов Видите Всё нормально Да Смотрим внимательно Внимание Итак Ну Понятно Что Это Дарья Это Дарья Это Дарья Это Дарья Это Дарья А теперь читаем Да Вы же догадались Что это персик Нет Хоть не такие Тупые Как этот самый Тот Тот сайт создавал Мошеннический Вот Да ещё Вредный Абрикос 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 Но это я только Это И там Гораздо больше В общем Вы поняли Да Вот Вот это их уровень Вот так вот А вот это вот Черенки Возвращаясь к теме Черенков На машине Как потоптался Вот Обрезали Получили черенки Для прививки Но Внимание Это Мой сад Это Моё дерево Но вырастил Сосед Который продал мне Участок Вот его работа Отрезал Так Вот здесь По идее Должны были бы Развиться Вот так Но Поезд ушёл Поезд ушёл Ближайший черенок Вот он Для прививки Вот он А вот это вот Видите Это Омертвевшее место И тогда И вот Начали сжать грибы Ну За одним Мы же поднимаем Свою квалификацию Видите Вот эти Пупыльшки Оттуда Высыпятся Эти самые Споры Грибов Так И Ничего страшного Ну И высыпется Ну Вся земля Ими усеяна Вся планета Ими усеяна Ничего страшного Просто Не надо было Давать К этому Миллиардному Миллион Миллионы Миллиардов Спор К ним Ещё Добавить Сотни Или тысячи За счёт Вот этой Дебильной обрезки Поняли Да А сосед Как Режет И всё Ему Разрешила Наука Вот этот В случае Мне понравился Это тоже Мой сосед Так Только Тот сосед Он там За дорогой А этот Прямо рядом У нас Общий забор Он взял Верхушку Отрезал Отрезал Из лучших Побуждений Сильное Мощное Дерево Сильно Росло А и мне Для чего Пригодилось Показать вам Что дерево Не обманешь Все вот эти Бесчисленные То есть Он Чашеобразную Форму Делал Он Настолько Он же уехал Город Мором Ну Продал А на тот момент Он знал Что Чашеобразная Форма Идеально Ой господи У меня же сотни Фильмов Опять повторять Там есть десяток Дерев Он уничтожен Такие страшные Раны делал Это самое безобидное Вот Еще раз Это волчки Будущая Крона Это мой Елена Александровна Привет Еще раз Вот Рад за Это самое Что У тебя такой Братец Пятнадцатилетний Ну Долковый Ну вы ли ты Ботаник Будущий Железов Или Мичурин Так вот Значит Я надеюсь Он тоже смотрит Я вас угощал Вот эту фаину В самом дальнем Левом углу В дальнем Левом углу Так Вот она Я ее не изгибал Дело в том Что да Я занимаюсь Этим самым Я черенки беру И с этой фаины Брал черенки Вот После этого Она начала загибаться Слово загибаться Применяют Друг смысл Загибаться вбок И загибаться В принципе Если бы она Я ее не резал Черенки А это маточное дерево Видите Огрызки Пошли Вот Не резал бы Не было бы вот этого Оно было бы просто здоровее Но Почуяв Что-то тут не то Изгиб Загиб Неправильно Неестественно Господа Кто учит нас Этим самым Гнуть 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 Это лучше чем резать Да ты только толку от этого Вот Все равно Пойдет вверх Идем дальше Здесь я показываю Как идеально можно Редчайший случай Когда Ой Мое время То есть стекло Ну-ка послодок Где-то тут Что-нибудь принципиального Вот она Неудачная Обрезка Вот Это можно пропустить Пропустить Вот Вот помните Я говорил Нельзя почку Напустим Номер 3 Прививать За почкой Номер 8 Ну Вспоминайте Мой закон Сопочинения почек Вот это Смотрите Вот это Смотрите Это очень важно Как можно ниже Прижилось То тоже могу дать Немножко советую Я все время забываю Дать совет Смачивайте Помните я говорил Забыл Лень встать Языком Облизываю Но чтобы Срез был мокрый Вот Высоко Пропускаю Пропускаю Посадка Окули Вовремя Я говорю Мне предлагаю Опять Немножко Да Скажите Скажите А если Нет То Скажите Как Все Все Ребята Переходим Смотрим Скажите Пропускаю У regen Смотрите Окули И Она Даже Что Или Что Это